а ты сколько сможешь проехать на своем автомобиле с горящей лампочкой и давление масла 10 20 30 тысяч километров и сейчас я отвечу тебе на этот вопрос а пока подписывайся на наш канал добрый день дорогие друзья вы снова на канале ВМЗАП и с вами я Роман вы все хорошо знаете цвета светофора а для тех кто не знает я напомню это красный желтый и зеленый также и в вашем автомобиле на щитке приборов существует цветовая индикация которая говорит о состоянии вашего автомобиля и если на щитке приборов помимо скорости вы вдруг увидели горящий индикатор желтого цвета это говорит вам о том что с автомобилем что-то не не так какая-то неисправность но она не критично но если вдруг у вас загорается на щитке приборов индикатор красного цвета это так же как и на светофоре двигаться с горящей лампочкой красного цвета нельзя нужно остановиться заглушить двигатель вызвать эвакуатор и приехать в сервис в данном случае автомобиль kia optima 2013 года выпуска с двигателем g4 ke и с пробегом порядка 200 тысяч километров не прислушался и не присмотрелся к этим сигнализирующим лампочкам и давайте же посмотрим что произошло мотор крутится почему-то перестал что же случилось никто не знает давайте попробуем и мы его с вами провернуть не крутится вот и владелец optima продолжил движение с горящим индикатором красного цвета двигатель мы уже разобрали и давайте начнем как обычно сверху камера не передает запахов но здесь стоит такой стойкий стойкий запах горелого масла но на удивление головка оказалась в хорошем состоянии постели целые задиров не имеют и обратить внимание владелец использовал достаточно хорошее масло потому что здесь не так много лаковых отложений есть там конечно где-то вот она осталось таких ванночках которых она не стекает никуда а застаивается но в целом головки претензий нету и здесь по клапанам и по камерам сгорания относительно ровно они все видно что рабочие клапанная крышка вот так же как и головка с небольшими отложениями понятно что за 200 тысяч сколько-то там до отложится это вот крышки от постели распредвала сами распредвалы тоже задиров явных мы здесь не наблюдаем и в крышке передней точно также немного лаковых отложений для 200 тысяч очень даже немного и переходим к самому интересному блок состояние хона и стенок цилиндров соответствует пробегу в 205 тысяч километров ну там плюс минус там 50 70 тысяч и еще обратите внимание что износ на этих цилиндрах на зеркале неравномерно видны пятна особенно хорошо это заметно на первом цилиндре еще мы заметили очень подозрительный дефект в первом цилиндре это здесь вот усталостное разрушение металла очень похоже на трещину кто знает напишите в комментариях что это может быть наше мнение опять же повторюсь это усталостное разрушение металла в первом цилиндре и давайте посмотрим на поршни как обычно все маслостемные кольца на поршнях залегли вот это поршень первого цилиндра задиры не очень большие с одной стороны их вообще практически нет с той стороны где усталостное разрушение имеются вот такие задиры теперь давайте перейдем с другой стороны блока это у нас другая сторона блока и давайте обратим ваше внимание на то что здесь нету масляных форсунок и еще провернула вкладыш коренной на третьей шейке и если мы посмотрим сейчас на коленчатый вал то мы увидим ужасные следы этого проворота во первых вкладыши приклеились пригорели даже при плавились коленчатому валу снять их не представляется возможным и вращались они внутри крышки крышка тоже изменила цвет от температуры и из-за этого повело резьбу в блоке болт еле выкрутили мало того если мы посмотрим на шейку на шатунную шейку 3 шатуна 3 цилиндра здесь она точно также посинела и во что превратился шатун вот он ужасный в нем точно также внутри вращались вкладыши ну естественно все остальные шейки точно также вкладыши провернуты и именно из-за того что расплавились эти вкладыши двигатель и заклинил а что же послужило причиной заклинивания двигателя на автомобиле загорелся индикатор отсутствие давления масла именно поэтому двигатель и заклинил а что у нас влияет на давление масла совершенно верно масляный насос давайте же посмотрим что с ним произошло на удивление масляный насос подшипники да он здесь находится он масляный насос здесь сборе с балансирными валами и на удивление подшипники балансирных валов в очень хорошем состоянии задиров на них практически нету если есть то незначительные на не сравнить с тем что мы наблюдали в двигателе на коленчатом валу и шестеренки насос здесь двухступенчатый шестерни первой ступени явных таких катастрофических следов износа не имеет по идее это нормальная неплохая шестерня снаружи есть небольшие царапки что свидетельство действительно пробеги там 200 тысяч так то нормальная шестерня шестерня второй ступени точно также не имеет хорошие поверхности без явных таких больших следов задиров и выкрашивания здесь тоже явного явные катастрофы не наблюдается почему же не было давление это а потому что у нас не вращался масляный насос а что же привело к остановке масляного насоса а привело к остановке масляного насоса то что выстрелил у нас натяжитель цепи привода этого насоса а почему он у нас выстрелил а потому что у нас сломался успокоитель этой самой цепи на почему же он сломался а потому что цепь у нас имеет очень большой износ и она подклинивает видите какая жесткая Соответственно, она и послужила причиной того, что сломался вот этот вот натяжитель Но помимо всего прочего, у двигателя также имеются износы других элементов В частности, цепь привода распределительных валов была вытянута почти на максимум То есть, вот этот натяжитель цепи, он был, видите, рабочая кромка у него Поговорит нам о том, что он вышел на 5-6 зубов Когда новая цепь стоит, выходит он на 2-3 зуба максимум В данном случае большой износ Еще обратите внимание, выпускной коллектор переделан, удален катализатор Вместо него стоит вот такой вот паук И сломался у него, сломалась гофра глушителя Еще ролики ремня привода навесных агрегатов Под замену поют песни «Прощай молодость» Один, второй, да они все такие шумящие Ролик натяжители По тем разрушениям и тому износу, который мы видим на этом двигателе Ремонтировать его, на наш взгляд, не имеет никакого смысла Поэтому, если вы принимаете решение о том, что нужно продолжать движение с горящим индикатором красного цвета То вы всегда должны отдавать себе отчет в том, что вас может ждать впереди Как вот в этом случае Чему же учит нас этот показательный случай? К тому, что всегда обращайте внимание на индикацию, которая загорается у вас на щитке приборов И вы, естественно, спросите, а что же владелец будет делать дальше с этим двигателем? Ответим, что им было принято решение заменить все запчасти на новые В частности, будет куплен и установлен новый шорт-блок И поскольку впереди новогодние праздники, то автомобиль будет выдан сразу после них И вы можете спросить, а какова же стоимость ремонта? Для этого пишите комментарии, мы обязательно на них ответим Ну а вас, дорогие друзья, всех поздравляем с Новым годом, с праздником, желаем счастья, здоровья Не забывайте подписываться на наш канал Ну а вам всех благ! Это было супер! Какой там фильм это? Пятый элемент? Супер? Супер-супер-супер-супер! Супер-супер-супер!